фондом архива ататюрка к сожалению он закрытый для турок даже то какие-то эпизоды раскрыть да и у нас кстати говоря не все эпизоды советского это период двадцатых годов открыты для доступны для для современных исследователей вот много монографии много статей но в общем-то там повторяется одни и те же сюжеты по смыслу очень был простой дело в том что в годы первой мировой войны в российском плену оказалось очень много турок потом этих турок военных пленных мобилизовали какие-то революционные бригады поза послали их в азербайджан они составляли костях так называемой исламской армии кстати говоря вот отношение к исламской армии ну и паши тоже в азербайджане предвзятое мнение они считают его национальная армия я считаю что это большевистка бывают они в общем помогли провести вступили в контакт с большевиками были на связи с отчетком и в общем-то будет достигнуть компромиссное соглашение турки интернационалисты как скажем так с опорой на тех офицеров царской армии которые вступили в контакт большевиками очень без единого быстро сдали баку большевикам и там была договоренность поскольку это был единица первая страна за кавказе которая была советизирована стала единомышленником большевиков и они вступили в контакт с ататюрком ататюрк потребовал взамен компенсировать свою услугу по баку помощью для борьбы против английских империалистов и греческие интервенции которые были мы оказали эту помощь и действительно очень много и золота и оружием и военачальника послали и оказывали дипломатическую сотрудничеству дипломатическую поддержку вообще роль советской россии становление республики в двадцать третьем году как турцию появилась огромные знаете вам корея есть саму ли есть памятник где даже наш военачальник увековеченный рядом с ататюрком они не обозначены на них физически они узнают то есть наша сотрудница это продолжалось в чем смысл этого сотрудничества здесь тоже загадка почему потому что в это время господство так называемая теория троцкого мы вопреки всем догмам марксизма заявляли что можно провести советизацию турции если только ататюрк пойдет на советизацию турции мы готовы организовать ему помощь и восстановить влияние бывшей османской империи в пределах у прежней границы то есть баку опорный пункт анкара ататюрк и дальше ататюрк начинает проводить освободительную миссию маршрубки османской империи это был проект троцкого кстати вот здесь тоже не прописаны сюжеты почему идет уже когда в двадцать девятом году высылали троцкого из советской россии стали почему-то разрешим вывести все архивы сейчас историки и вот копался в архивах практически нет ни одного документа который бы обозначал вот этот сюжет а вот гарвардского университете где хранятся фонды троцкого их описывал юрий фишкинский заменитый наверно вам исследователь бывший наш советский историк но он под другие брал сюжетом 8 этот фонд сохраняя сохранился но наши тюркологи наши историки почему-то это сюжет игнорирует но все обернулось интересным моментом что двадцатом году произошло советизации азербайджана азербайджан получил свое название азербайджанская советская социалистическая республика потом произошла советизация грузии последний момент катя как ли не сопротивлялся кстати вырослить провести советизацию грузии он хотел оставить мечевистку грузию как уникальный политический геополитический эксперимент и через грузинских мечевиков наводить отношения со вторым интернационалом потом когда это не получилось они вышли на проект коминтерна была проблема стояла в том что каком как дальше строй обестраивать свои отношения самой этой турции и каким образом проводить дальше преобразования атаку создал первую партию вы знаете вы мои у нас в архиве был даже станислав николаевич станислав николаевич а вот прежде чем а то тюрк давайте все же вот здесь несколько уточнений сделаем вы сказали советизация азербайджана затем армении затем грузии план троцкого это все же что это было это была попытка мировой революции на штыках на восток точнее на юг приобщение к социализму народа востока или это была необходимость обеспечения безопасности страны что в тот момент представлял из себя тот же кавказ когда распалась российская империя могла себе позволить советская россия не проводить советизацию этих республик вы там упомянули англичан которых предложила кемаль вместе нейтрализовать а ведь они в это время на кавказе работали очень и очень сильно я сейчас скажу что проблема западная 9 лет 19 года англичане стали покидать кавказ их должны были сменить итальянцы но в общем-то кавказ был бесхозным и западные войска антанты не представляли никакой от серьезной опасности для азербайджанок и до советизации и после заветизации не представляли никакой опасности там есть некоторые секретные пункты это мартовское соглашение 21 года это который подписывал красиво в лондоне где в общем-то мы сохраняли английской концессии в баку на нефтяные концессии вот азниевсе знаменитые которые известны как советский бренд советского азербайджана на самом деле это было совместная компания советской британской бритиш петролем действовал да кстати говоря до солидного времени до недавнего времени путь до ликвидации или распада советского союза это вот факт о котором не любят говорить это было концепция троцкого всемирной революции экспансии на восток она очень имеет свою серьезную подоплеку это серьезно подоплеку речь шла о создании чувстве конфедерации социалистического типа и так далее и кстати доктрина была разработана не труцким как час выясняется как я мы выяснили как я работал в ленинградском военно-историческом архиве фондах наместника воронцова-дашкова там кстати говоря прописано все эти сценарии действий российского генерального штаба по подготовке первой мировой войне когда-то рабатывали доктрины пантюркизма доктрина пантюркизма сводилась к тому что если англичане занимались сепаратистским движением арабских племен или как писали в османской империи развал то на долю россии выпало разыгрывание чуркской карты почему потому что 20 миллионов тот момент в российской империи проживал мусульман и себя были чурками и отсюда внесение многоэтническо много конституциональную империю османской империи чуркизма это зачал распад вот он не случайно после того как надо турки восприняли эту доктрина это были импортные тактрина поддержали дошнаки подышали армяне поддержали греки и вот оттуда кстати говоря пошла эта часть цепочка по фрагментации турции который в общем-то обдевнулась и конечно же эти трагедии 15 года здесь самих армян а потом последствии когда все же турция обещала партия дашьм цветун предоставить им независимость или автономия на территории османской империи потом они принесли центр внимания на территорию русской армении и кстати говоря вот батомское соглашение в июне восемнадцатого года с арменией и турция тогда еще не ата тюрк астамбул они признавали армению как независимый государство кстати говоря турция признала армения как независимый государство столицы в ереване но это был высеченный очень такой отрезок но тем не менее в общем-то своими обещания армянам выполнили но на не на своей собственно говоря территорий и вот отсюда экспансия экспансия вот это вот так называемый идей ата тюрк действительно сопроводить какие-то преобразования новым и было есть переписка к сожалению почему-то не воспользуется нашими историками есть активные переписки между ата тюрком и центром нашим дипломатическим представителей где ата тюрк сопротивляется считает что те образования которые копировать советские преобразования колхозы там национализацию турции это делать невозможно что она пойдет своим путем но тем не менее в общем то он проводил эти преобразования достаточно широко активно потом отказался от этой идеи станислав николаевич а вот я правильно вас понял если я вас правильно понял то вы только что сказали очень удивительную для многих вещь вы сказали что пан тюркизм перед первой мировой войной разрабатывался и распространялся и внедрялся российским генштабом пан тюркизм у нас обычно воспринимают как идеологию которая направлена против россии что пан тюркизм наоборот создан здесь направлен был против османской империи совершенно верно пан тюркизм стал выставляться реакционным течением после повода холодной войны когда турции стали обвинять что она проводит экспансию на кавказе тюркские народы кстати говоря отговорки вот эти посуждения мы слышим сегодня вот после карабахской войны а на самом деле было очень просто она великолепно аналитической разработки офицеров генерального штаба царской армии они базировались в этом принимали участие ученые восточного восточного факультета сам петербургского университета казань на бухаре на базе буха бухари был создан так называть школа дырвиши для проникновения и все вот так называемые это очень сложные диалоги потому что до 1908 года в османской империи тюркский язык не было государственным османы не отличляли себя с тюркским этносом понимаете вот в чем парадокс а когда они стали отожжены мадатурки которые пошли до свержения которые свержения султана взяли на вооружение активно поддерживали армянские политические партии и греческие политические партии они финансировали их съезды мадатурку в париже в савониках и так далее то есть активно сотрудничали и даже принимали участие первой мировой войне нас защищая османскую империю до определенного момента почему потому что взамен обещали государственность на историю вот партия дашнак святым которая кстати говоря было официально зарегистрирован российской империи как зарубежная партия которые мило два бюро билистки восточное бюро и западное бюро это работа с восточным бюро тифлиси работы с российской империи но центр армянской государственности рассматривался как раз как это территорию западной империи это район диабанкеры до восточной диво это отчего потом пришлось всего известных причин отказаться вот вот это вот доктрина очень сложная доктрина ставила перед ставил перед российским перимасов вопросов а перед историками много загадок почему-то на которой не до сих пор ответов аналитическая разработка офицера генерального штаба подчеркнут главная мысль что россия с 1901 года когда была официально присоединена грузии красиво россия так не переварила кавказ и когда готовились планы на первую мировую войну на кавказском направлении конечно думали о победе и ставил вопрос а что делать эти завоеванные территории потому что предписывалось течение полугода случае наступления выйти в район анталии а кто нам проживает чурская курска армянская что делать этим массивом и кстати говоря там впервые по офицеры генерального штаба занялись вопросом передали рекомендовали царю передать францову дашку особые полномочия это на местных царю на кавказе и это было сделано потому что францов дашка получил такие полномочия которые можно было сравнить со статусом царства польского и так далее они имели право присылать генеральские звания проводить свою самостоятельную внешнюю политику проводить внутренние реформы а в будущем будущем они создавалась партийная система вот партия мусалат была создана впервые азербайджана партия мусалат этот проект разрабатывался офицерами российского генерального штаба вы понимаете вот чем был парадокс и не случайно лидер партии мусалат победы мурасул зады никогда не выступал за сепаратизм программ предусматривал нахождение азербайджан со стороны российской федерации до новых после свержения самодержавия оперативной россии и потом он прибыл оказался в москве и так далее кстати работы все издание вода турок финансировались российскими генеральным штабом русским посольством известная история вам с имя пошли о котором тоже написаны мало известно и веб-паша оказался потом в россии сотрудничать большевиками участвовать вы хотите сказать что инвер паша еще заранее уже был российской разведкой связан и поэтому потом использовался большевиками совершенно верно и ленинградские ученые тюрковки моих наши коллеги они в общем-то на основе документальных данных показали что где-то с 1909 года и вверх пошла находился на контакте с российским посольством царской военной разведкой и только напомните нашим зрителям кто такой инвер паша потому что не все специалисты в этой сфере один из его военный министр один член турберрата инверта ваша джамаль талат паша который потом правили турции после пусть от знания отстранения лишения вас и полномочий самого султана они кстати вступили первую мировую войну кстати говоря эмбер паша не собирался потом после когда война была проиграна эмбер паша через германию оказался москве потом он часто съездил народу восток а потом по заданию советского правительства его отправили в среднюю азию устанавливать советскую вася вывести за агитация советского среди чурсских народов средней азии заметьте да вот как у какой кульбит министр османского правительства а потом и керс изменил перешел на сторону англичан а потом чекисты приговорили его к ликвидациям ликвидировали но странно посещать с ликвидатором оказался армянина и возраст такая месте чтоб армянец пересчет из одним из участников геноцида эмбером пошли эти вот все эпизоды интересные эпизоды высвечивать очень такие знаете загадочные сюжеты советско-турецких отношений но я в боль